Сегодня весь день на подъезде к Николаевскому мосту со стороны левого берега огромная пробка. Многие водители не понимают, что происходит. Движение на мосту перекрыли из-за съемок сериала «Первый отдел». Киношники заняли почти весь проезд в сторону Тихих Зорь. Для автомобилистов оставили лишь одну полосу. Проблемы с въездом на мост и у машин скорой помощи. Сначала автомобилисты сами разбирались и уступали друг другу дорогу, а через полтора часа после перекрытия эту обязанность на себя взяли регулировщики. Движение на мосту будет ограничено до 7 вечера. Многие водители с пониманием отнеслись к этой ситуации, но были и те, кому причина затрудненного движения не понравилась. «Плохо, конечно. Двигаться-то надо людям. Делки-палки, а мы сейчас все стоим. Кто-то куда-то опаздывает. А вы сами опаздываете куда-то?» «Конечно. Фильм – это хорошо, но надо денежку зарабатывать. Точно не есть хорошо, я думаю. Пробки в городе. «А вы опаздываете куда-нибудь?» «Нет, но надо поторопиться. Нормально, думаю. Приживем метод тоже». «То есть вы не будете в такого?» «Нам надо не привыкать». «Ну, я никуда не привыкаюсь. У меня в семье нормально». «Все детские пособия, которые у нас сегодня выдаются, они привязаны к так называемой нуждаемости человека. Вот надо прекратить». Это последнее видео Александра Глескова в официальном канале партии, фракцию которой в Красноярском крае он возглавил относительно недавно. Еще накануне он темпераментно рассказывал подписчикам, как собирается бороться с демографическими проблемами в регионе, а сегодня его с утра остановили неподалеку от рабочего места – законодательного собрания края. Очевидцы издания «Проспект Мира» сообщили, что якобы силовики светили на ладони Глескова ультрафиолетовым фонарем. Судя по всему, проверяли, есть ли на ладонях следы отмеченных купюр. Однако в самом следкоме на транспорте весь день хранили молчание, как и на рабочем месте депутата. В пресс-службе законодательного собрания за всеми комментариями попросили обратиться к силовикам. Немногословны и однопартицы. Говорят, весь день не можем дозвониться до своего лидера. Сегодня с утра был задержан лидер нашей команды, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александр Александрович. И сейчас в офисе проводятся обыски. В данный момент причины задержания нам неизвестны. Но мы уверены в правоте и порядочности Александра Александровича и надеемся, что правосудие будет справедливым. Опасаются давать комментарии и парламентарии других партий. Даже те, кто был ранее замечен в дружеских отношениях с Глесковым. Впрочем, и комментировать пока нечего. Фигурирующие цифры с семьёй нулями никто не подтверждает и не опровергает. Ну, я могу сказать только одно. Лучи поддержки Сан Санычу. У нас немного разногласий, но, конечно, никому не пожелаешь оказаться в подобной ситуации. Как известно, пока человек не обвинён судом, он не виновный. Лишь после окончания рабочего дня появилась официальная информация. Следкоме заявили, с декабря 2016 года по май 2017 года Глесков угрожал некому руководителю госпредприятия увольнением. Чтобы этого не случилось, потребовал взятку, а особо крупном размере и пообещал в дальнейшем покровительство. За все годы политической карьеры, а её он начинал в 2008 году, у Глескова сложилась репутация осторожного политика. И знающие его люди говорят, глупо подставляться со взяткой он не мог. Юрист по образованию, он много лет делал громкие заявления и при этом сохранял свой пост. Сначала 8 лет в горсовете, а затем кресло депутата в краевом законодательном органе. После ареста своего предшественника Сергея Натарова занял его место и возглавил фракцию местной ЛДПР. А в этом году поднялся еще на одну ступеньку карьерной лестницы. Выступил кандидатом на выборах губернатора края. Яркими были не только его предвыборные ролики. Запомнился Глесков горожанам, словечкам схематоз, слоганам «Есть собака или кот, выбирай ЛДПР», кулинарными изысками в личном телеграм-канале, нескучными галстуками и высказываниями по резонансным темам. Предлагал отменить платные парковки в центре, первым рассказал о срыве программы капремонта, обвинил жену экс-губернатора Таваконского в распространении фейк, о якобы пользе укуса клеща и выступал против пенсионной реформы. Хорошо бы нам с вами тоже еще раз обсудить саму пенсионную реформу и проголосовать, наконец, против повышения пенсионного возраста. Вот действительно, куда мы бежим? Но даже с такими заявлениями массовую народную любовь Глесков все же не сыскал. На губернаторских выборах занял почетное второе место с 11%. После сегодняшних новостей некоторые телеграм-каналы сделали вывод. Задержание Глескова связано с ослаблением позиций ЛДПР в крае. Мнение это спорно отмечают политологи, но соглашаются, впереди у ЛДПР сложные времена. Не будем забывать, что в следственном изоляторе уже почти два года сидит еще один депутат от фракции ЛДПР Сергей Натаров. Найдутся ли на место Глескова новые лидеры, пока тоже сложно сказать. Так далеко заглядывать в будущее партии, впрочем, рано. Меру избрания Александра Глескова должны определить в ближайшие двое суток. Евгений Назарчук, Марина Максименко, 7 канал. В Красноярске задержали директора Платину Марины Сергея Коляка. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, руководитель спортивного сооружения заключил договор с собственной фирмой на техническое обслуживание и ремонт здания. За это его фирма получила 10 миллионов рублей из краевого бюджета. По договору обслуживанием должны были заниматься 20 человек, но на объекте находились только шестеро, которые не успевали следить за состоянием арены. Тем не менее, деньги были перечислены в полном объеме. 6,5 миллионов на счет фирмы и более 4 миллионов лично директору спортивного сооружения. Сегодня Сергея Коляка отправили в СИЗО. Сегодня судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Напомню, сейчас в Платину Марине не проводят массовые мероприятия. Выяснилось, что монолитные плиты перекрытия имеют деформацию. Прокуратура потребовала вернуть подаренную Красноярскому краю Платину Марину первому владельцу, потому что содержание здания с дефектами может дорого обойтись бюджету. С таким иском ведомство обратилось в арбитражный суд. В Минстрое ответили, что критических угроз зданию нет. Имеющиеся дефекты не приведут к разрушению, и монолитные плиты работоспособны. Очередные страсти в солнечном. Невменяемая парочка разнесла двери тамбура в подъезде, а потом мужчина помочился там. Все случилось минувшей ночью в доме по адресу улица 60 лет образования СССР 38Д. На кадрах видно, как женщина среднего телосложения мощными ударами разносит дверь. Делает это она с помощью детского самоката, который нашла в коридоре, а когда он разлетается, продолжает бить деревянной палкой. Спустя час ее собутыльник попал на камеры наблюдения в соседнем подъезде. На видео качающийся мужчина справляет нужду без помощи рук. Но вот незадача. Обмочил штанину и в лужу из кармана выпадает пистолет. Мужчина, как ни в чем не бывало, поднимает его и кладет себя обратно в карман. Я живу этажом ниже, вот ровно под их квартирой. И где-то, ну сколько, час, может, полвторого ночи. Понятное дело, грохот стоял на ее подъезд с первого этажа, даже ребята услышали. Ну, смысл не туда выходить. Вот что мне там делать. О чем можно разговаривать с человеком, который абсолютно неуменяемый. Получить от него ножом в ребро себе. Как-то не было в планах у меня такого. Перепуганные грохотом соседи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители на женщину составили протокол о порче чужого имущества, но пистолета у мужчины на этот момент уже не было. Полиция задержала 16-летнего школьника. Он проходит по делу о ложном сообщении о минировании школы и сейчас сидит дома под подпиской о невыезде. Как сообщили следователи, подросток создал группу в одном из мессенджеров. Позже ему туда написал неизвестный, который попросил помочь распространить сообщение об угрозе, а взамен пообещал продвинуть его канал. Школьник согласился и дал незнакомцу телефон одной из школ Свердловского района. Позже в это учебное заведение поступил звонок о минировании. На место выехали оперативники, но, естественно, ничего не нашли. А позже они вышли на подростка. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова